Микс Ньюс Добрый день! В эфире прямая линия, радио Болтком. Телефоны прямого эфира 672 12 939, 672 13 939 и с нами на связи известный российский журналист Евгений Додолев. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Евгений Додолев, телеведущий, медиа-менеджер, автор публицистических бестселлеров, герои которых Эдуард Лимонов, Галина Брежнева, Борис Березовский, Валерия Новодворская, Андрей Макаревич, Влад Листьев. Евгений Додолев был участником команды легендарной программы «Взгляд». Вместе с Артемом Боровиком стоял у истоков газеты и издательства «Совершенно секретно». Пожалуйста, готовьте ваши вопросы. И начнем. Веду эфир я, Ольга Авдевич, моя коллега Наталья Захарьят. Программу мы проводим совместно с нашими коллегами из Международного медиаклуба «Формат А3». У нас поступили вопросы от журналистов, эфир мы анонсировали заранее. Команду «Взгляда» называли мушкетерами перестройки, бетлами перестройки. Евгений, у вас есть книги с такими названиями об этом времени. А сегодня, некоторое время назад, вы объявили, что считаете себя хунвейбином перестройки. Это по аналогии с молодежью, которая была вовлечена в китайскую культурную революцию. Вот скажите, как и когда у вас возникло такое позиционирование из мушкетеров и бетлов в хунвейбины? Ну, знаете, во-первых, я никогда не позиционировал себя как мушкетер, и уж тем более как бетл перед тройкой. Это все вообще от дефиниции совершенно других людей. Про бетлов, по-моему, Эдуард Сагалаев впервые когда-то говорил, имея в виду четверку первую взглядовскую. Меня к этой пляде, включая таких фигур, как Александр Невзор и прочее, Тимофей Ширяков, историк, причистил, который известен, возможно, в Латвии, как человек, который судился с Алснисом много лет. А хунвейбин перестройки, да, это позиционирование мое собственное, так называлось интервью, так называлось со мной, которое писал Игорь Свинаренко в свое время, лет 20, наверное, назад для журнала «Медведь». Потому что когда я понял, что нас, молодых, ну, относительно молодых нам, лет по 30 тогда, журналистов, просто использовали гораздо более опытные игроки, которые понимали, как устроен мир. Мы, конечно, в отличие от хунвейбинов китайских, то есть вот тех активистов, которые осуществляли культурную революцию, мы стали бенефициарами. В большинстве своем вообще журналисты в России, они приобрели от перестройки какие-то статусные блага, скажем так, ну и материальные. Поэтому это в нечистом виде, конечно, аналогия, но я понял, что я был очень наивным, пытаюсь избежать эпитет глупым в то время, и не понимал в полной степени, что мы делаем, зачем. И как это понимание и в какой момент пришло, что что-то было спланировано у вас за спиной? Это эволюционно, как не так, что я там проснулся одним утром и подумал, блин, да нас же всех отымели. Нет, постепенно глаза открывались. Ну, во-первых, как ни странно, они начали мне открываться за океаном в Америке, потому что я в 93-м году поехал на стажировку New York Times Company, и я был вообще американофилом, и восхищался свободой слова, которая в моём представлении существовала в Америке. И когда я понял, что там нет никакой свободы слова, и вообще всё немножко по-другому устроено, то у меня как раз в Америке я стал прощаться с иллюзиями относительно нашего устройства в России. Поэтому эволюционно очень шаг за шагом, как-то так это происходило осмысление, и по-другому я гляжу на многих людей, с которыми общался и с которыми общаюсь. И немножечко мне, конечно, обидно, что я был груб. Это всегда досадно постфактум понимать. Вопрос от нашего коллеги из Литвы Альгиса Каланта. Да. Скажите, пожалуйста, Евгений, почему сегодня многие, даже те, кто не жил в те времена Советского Союза, скучают по этому времени, по советскому времени, по Советскому Союзу? Ну, потому что в устройстве том, которое существовало, были, как приняты нынешние терминологи говорят, свои ништяки. И об этом помнят, не помнят о том, что фактически мы жили за железным занавесом, что невозможно было уехать. Вообще, в принципе, это очень сложный вопрос сравнения двух систем. Вот нынешние, условно-капиталистические и социалистические, потому что это, как сравнивать джунгли и зоопарк. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Людям, которые себя, как вот, вы говорите, позиционируют как хищники и чувствуют себя хищниками, им лучше джунгли. Они могут больше добыть. У них там есть свобода. У них есть целеполагания какие-то. Люди, допустим, пожилые, пенсионеры или люди хворые, слабые. Им, конечно, лучше в зоопарке такому животному быть, потому что он будет иметь гарантированную пайку. За ним будет какой-то уход. Это всё зависит от того, какая администрация в зоопарке. Но он не умрёт от голода, не останется без медицинской помощи, но будет вот в отведённом ему пространстве, в той клетке, куда его посадят. Поэтому и там, и там есть свои плюсы. Здесь каждый волен выбирать по своему состоянию. Просто люди, которые тоскуют и ностальгируют по Советскому Союзу, они должны понимать, что они ностальгируют по хорошо, возможно, обустроенному местами, но зоопарку. То есть там люди, во всяком случае, они не обладали свободой передвижения. Свобода мысли, допустим, была всегда, но свобода слова в советской системе, печати. Её, конечно, не было. Она появилась в период уже агонии советской системы, в Горбачёвскую эпоху, начиная с 80-х. Вот так осталось гораздо больше, чем, допустим, сейчас, или чем сейчас, в том числе и на Западе. А вот вы сказали... Это был уникальный момент. Вы сказали о своём американском опыте, так вскользь, может, поподробнее. Вот ваша цитата, что цензура сейчас в западных медиа гораздо жёстче, чем в нынешней России. Вы имели возможность сравнивать? Вот поясните. Ну, нет, она, конечно, жёстче. Невозможно представить себе, допустим, в Соединённых Штатах Америки на национальном ТВ-шоу, допустим, в таких каналах, как Fox News, CNN, NBC, чтобы люди высказывали точку зрения, допустим, пророссийскую или антиамериканскую. Даже не потому, что таких людей туда не приглашают, а потому что высказывания такого рода аргументов, допустим, какие звучат на федеральных каналах телевизионных шоу антироссийские, русофобские, аналогичные высказывания в Америке, они бы просто не встретили бы одобрения прежде всего не начальства каких-то каналов, не рекламодателей, а аудитории широкой публики. Там был бы такой резонанс, который бы очень сильно ударил бы по рейтингам. Там этих людей не приглашают, не зовут, не потому что есть распоряжение Вашингтонского обкома или есть какие-то звонки, а просто они понимают, какой эффект это вызовет репутационный для того или иного средства массовой информации. Поэтому, конечно, там, допустим, даже Путин, когда давал интервью Ларри Кингу или когда наши крупные чиновники дают интервью, они очень, на самом деле, аккуратно используют пророссийский дискурс в неявном виде очень, потому что это вызовет негативную реакцию. Вот в этом смысле. В смысле самоцензуры прежде всего там нет и не было свободы слова уже в тот период, когда я туда приехал на стажировку в 97-м году, а сейчас значительно хуже ситуация. Почитайте форумы любых крупных изданий, немецких, французских, американских, как там читатели, зрители, потребители этого информационного контента, как он комментирует те или иные вещи. Это очень напоминает по стилистике и по посылу то, что у нас говорилось на кухнях после прочтения передавиц газеты «Правда» или «Социалистическая индустрия» или после просмотра державной программы «Время». Там люди сейчас верят гораздо меньше журналистам, потому что понимают, что есть некая повестка, которая отрабатывается и во внутренней политике этих стран, и уж в геополитической повестка тем более. Потому что, вы знаете, там у Джона Леннона была такая песня «Women is a nigger of the world», что женщины, они сейчас ниггеры. То есть это те, за чьи права надо бороться. Так вот, на самом деле сейчас «Russians is a nigger of the world» русские – это те люди, которые стали таким жутовым для целых национальных элит на Западе и на Востоке. И вот русофобская повестка, она не всегда и не у всех находит одобрение. Вот вопрос у нас есть о Навальном и Дуде. По поводу нашумевшего недавнего интервью, согласны ли вы с теми, кто называет Навального главным оппозиционным, серьезным политиком России, а Дудя – лучшим журналистом-блогером? Юрий Дудь бесспорно номер один в благосфере. Он очень крепкий журналист, я совершенно не понимаю своих коллег, которые его критикуют и говорят, что он вообще не журналист. Может быть, он не журналист в смысле, не журналист-документалист, потому что все документалки, которые он делает, они действительно не выдерживают критики. Но как интервьюер, я думаю, что на этой поляне действительно он номер один, мне он очень нравится. Он как раз, вот он ни разу не выбьет, его не попользуешь. Он сам очень умело пользуется и своими контрагентами, и своим положением. Очень разумный и очень перспективный профессионал. Что касается Навального, ну, я не считаю его политиком. А вот он блогер или политик? Он и не блогер, и не политик, он человек функции. Недавно у вас был пост о том, что Алексей Навальный в интервью одной немецкой газете призвал Европу ввести санкции против российских деятелей культуры и тех, которые поддерживают российскую политику, в частности президента России. И в частности Навальный призвал запретить въезд в ЕС главному дирижеру Мюнхенской филармонии и Мариинского театра Валерию Гергиеву. Причем сказал, что 99% россиян этому факту очень обрадуются. Вот как можно оценить такого рода заявление? Ну, оно абсолютно демагогическое, потому что, во-первых, огромное количество россиян не знают ни про Гергиева, ни про Навального, никак бы вообще не отреагировали, они занялись совершенно другими вещами, им там надо доживать. Это, во-первых. Во-вторых, он, в принципе, работает исключительно на западную аудиторию и на тех людей, от которых он зависит. Поэтому это заявление, оно, в общем, даже было сделано не для внутреннего российского рынка, хотя, возможно, и, наверное, оно было озвучено по-русски. Вопрос о спектакле и о роли Горбачева сразу от двух журналистов. Наталья Лебедева. Как вы сейчас относитесь к прославлению Горбачева? Вот, к примеру, в спектакле нашего латвийского режиссера Алвиса Херманиса, премьера которого прошла. И не только. Пересмотрели ли вы свои взгляды времен взгляда на вот ту ситуацию или не особенно? Поясним радиослушателям, что эта премьера недавно состоялась, и там играют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. И второй вопрос Людмилы Анисимовой. Фигура Горбачева в наше время, как мне кажется, в России мало кому интересна, а неужели он действительно интересен как предмет для сценического исследования? Нет, ну Горбачев – это человек, который изменил вообще в целом геополитический ландшафт планеты. То есть это фигура трагическая, очень масштабная. И говорить, что кто это такой, это Горбачев, и никто его не знает, никому он не интересен, я бы не стал. Спектакль я не видел. Насколько я понимаю, к политике он не имеет отношения, потому что это история любви Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны. Вот из того, что я читал в рецензиях и в отзывах, Горбачев – очень сложная фигура. Мне, кстати, так ни разу не удалось взять у него интервью, и я его видел только так же, как и все остальные журналисты на каких-то встречах и в режиме каких-то блицей, которые он давал, когда приезжал в Останки. Ну, как минимум две таких встречи, я помню. Поэтому у меня не было возможности его как бы отсканировать и понять. Этот человек действительно очень наивный, которого развели крупные игроки. его коллеги, политики западные. Или он все-таки такой хитрованный, который понимает, на самом деле, что он сделал, и он это делал осознанно. Вот не могу ответить. И очень жаль, что его очень мало показывают. Он никому не дает интервью, потому что я бы послушал его интервью даже там какому-нибудь, ну, там уже по-здору. Хотя понятие настроил Владимира Владимировича. Я прохожу, скорее, в отношении Михаила Сергеевича. Но что-то бы понять бы для себя. Спектакль я не видел. И отношение к этому спектаклю – это такой водораздел между либеральной оппозицией, которая в восторге, в принципе, от фигуры Горбачёва. И людей, которые считают, что он страну разрушил, и что на его совести миллионы и миллионы и жизней, и разрушенных судьб. Прежде всего, речь идет, конечно, о русских, которые вынуждены были бежать из Средней Азии. Там были погромы, людей убивали массово совершенно. Власть ничего не сделала для их защиты. Об этом не говорят и не пишут. Это очень непопулярно. Когда я говорю «нам», я имею в виду Россию и руководство страны. России надо поддерживать какие-то отношения с этими странами, которые в зоне влияния по-прежнему Москвы остались. Наверное, поэтому существует такое табу на любые мемуары и воспоминания о той резне, которая была устроена в той же Киргизии, о которой говорят, ну и в других странах. Что касается Латвии, то у нас в итоге образовалась такая огромная группа населения, как «неграждане». Потому что на момент реформ не был определен юридический статус русских людей, которые оказались здесь одномоментно отрезаны. А вот такой вопрос. Ваша цитата. «Я считаю, большая беда, что умер Гайдар, потому что он не предстанет перед судом. Меня огорчила и смерть Бориса Ефимовича Немцова, и уход Гайдара, потому что я считаю, что все младые реформаторы должны предстать перед судом». Да, и когда я говорю «предстать перед судом», я не имею в виду, что они должны быть осуждены или наказаны, а просто должно было бы быть, как мне кажется. И оно должно быть в отношении Анатолия Борисовича Чубайса, в отношении тех, кто еще может предстать перед судом. Разбирательство для того, чтобы понять, что на самом деле произошло. Не имею в виду, что судить их судом страшным и казнить или отнять миллиарды или что-то еще сделать. Просто разобраться. Потому что Гайдар умер, и все. И каждый остался при своем мнении. Это не вопрос знания, а вопрос веры. Те, кто верят, они заведомо сильнее тех, кто знает. Поэтому кто-то считает, что он был святой, и что он чем-то пожертвовал в своей карьере, или там, я не знаю, бла-бла-бла. Кто-то считает, что он был преступник. Разбирательства такого так и не было. Вот я имею в виду, суд не верский какой-то процесс от реформатора, а просто чтобы юристы международного, чтобы беспристрастные взяли бы и разобрались во всем, что было сделано. И был бы какой-то резюме, был бы какой-то переговор, что либо они действительно люди, которые страну спасли, или люди, которые страну угробили, и на их совести много чего есть. Вот это я имел в виду под судом. Разбирательство и какой-то анализ того, что произошло. Этого не сделано, и потом уже, когда человек уходит, ну уже, ну как, и не знаешь вопроса, не узнаешь, что он на самом деле по тому или иному поводу думал. Зачем и почему он то или иное сделал или не сделал. Ну вот Чубайс жив. Я очень рассчитываю, что когда-нибудь он всё-таки ответит на какие-то вопросы. Я не говорю, что я хочу, чтобы он сел в тюрьму, или чтобы он был там повешен, или чтобы там у него всё отняли, а чтобы он остался без всего того, что он заработал. Ну просто, чтобы он ответил на вопросы, которые есть. И ещё один вопрос у нас от литовских коллег. Подождите, он... Да. Нет, сорвался звонок. Евгений, как получилось, что одни создатели взгляда, как Листьев, Любимов и Разбаш, стали очень богатыми людьми, а другие, как Мкусев, Политковский, Захаров, не получили практически ничего. Ваша версия. Здесь как бы... Мне кажется, вопрос... Ну вот разделили ведущих взглядов на две группы, мне кажется, не очень правильно. Потому что с каждым отдельная история. Дмитрий Захаров сам отказался работать с Горожанкиным. Александр Александрович Горожанкин, я хочу сказать, это человек, благодаря которому, собственно, те, кто разбогатели взглядов, они, собственно, и стали богатыми. Это человек, который был коммерческим директором телекомпании. Человек, который научился популярность ведущих конвертировать в деньги. И, в общем, вообще создал массу схем, которые действуют до сих пор в системе вот этих откатов, которые на телевидении работают. Она вот делала с Поповой и Горожанкиным. Эти люди не были на экране, поэтому мы про них не знаем так хорошо, как знаем про ведущих людей, которые персонифицировали эти проекты. Поэтому Захаров просто не захотел поступать в альянс с Любимовым, Демидовым, Разбашовым и Листьевым в телекомпании «Вид». Потому что на тот период считал, что его там сольный проект гораздо будет лучше, потому что он как раз в момент, когда создавалось, вот накануне этого собрания, когда учреждался Вид, он вернулся из какого-то города, где там заработал 30 тысяч долларов. Для того времени консультант Советского Союза 30 тысяч долларов, я хочу просто пояснить, это цена примерно десятка квартир в Москве. Продавали по 2-3 тысячи долларов. То есть это не те 30 тысяч долларов, которые сейчас 30 тысяч долларов. И он сказал, ну нафига мне вообще ваш Вид, когда я из одной поездки привез столько. Поэтому здесь он просто сделал неправильную ставку, как мне кажется, ему надо было делать ставку на команду. Теперь Политковский. Ну, Политковский был в телекомпании «Вид», и он не был как нищебродом или бедным. Он был на тот период весьма и весьма состоятельным журналистом. У него просто образ такой, человек из народа, такой репортер в кепке, такой вот не вяжется никак ни с джипами, ни с квартирами, ни с какими-то вот такими благами. То есть вот просто был по имиджу он не вписывается. Но он владел ровно таким же объемом материальных благ в начале телекомпании. Ведь как и Листьев, Любимов, Демидов и Разбашев. Остальные акционеры телекомпании. Ведь что касается Мукусева, то, да, его просто кинули. Он не командный игрок с точки зрения команды «Видовской». Показал себя как не командный игрок. Его, в принципе, ну просто-просто действительно обманули. Володя очень-очень талантливый журналист. Многие считают, что он самый способный из идущих взглядов. Именно как вот человек с чуйкой телевизионной. Человек, который понимал телеки. Который на начальном этапе уж точно был на голову выше всех остальных. Но он очень тяжелый такой вот тяжелый партнер. У него с ним очень сложно договариваться. Ему очень сложно что-либо объяснять. Он очень требовательный. Поэтому я так понимаю, что у него вот в этом смысле действительно очень не состоялся. Он мне рассказывал, что были периоды, когда он вообще вынужден был бомбить. Ну то есть заниматься частным извозом, скрывая лицо каким-нибудь головным убором. Потому что он все-таки очень узнаваем. Ну и конечно, важный вопрос, который волнует нескольких журналистов. Сразу вот газета «Суббота». Почему до сих пор не названо имя заказчика убийства Влада Листьева? И знаете ли вы, кто стоял за убийством? Вот вы как автор двух книг о Листьеве и нескольких книг о собственной эпохе взгляда, о команде. Ваше мнение. Что значит «знаю»? Я знакомился с материалами дела. Там сотни, это не фигуры речи, не дюжины, а сотни подозреваемых, сотни людей, у которых был мотив, и на которых указывали те или иные обстоятельства. Это во-первых. Во-вторых, там знать я не могу. У меня есть как бы свое представление о том, что случилось. Я считаю, что то, что мне рассказал Литвиненко в приемной Бориса Абрамовича Березовского в осень 99-го года, очень похожа на правду. По его версии, Влада хотели просто припугнуть. Бадри и Березовский, его ближайшие на тот момент и приятели, и соратники, и партнеры по ОРТ, просто хотели припугнуть, но там длинная цепочка была заказов. То есть непосредственно они расплачивались с людьми, которые стреляли в подъезде на Кузнецкой улице. А просто когда дошло до исполнителей, то там задача была не точно принята, и его убили случайно. То есть его должны были ранить. Уложили в больницу. То есть там выстрел должен был быть куда-нибудь в плечо, в бедро. А так получилось, что два выстрела были, и один из них смертельный. Лично я придерживаюсь такой версии, что это был заказ Бадри слэш Березовский, но некорректно исполненный заказ. А мотив был почти у каждого крупного телевизионного игрока на тот момент. Смерти в Ладах хотели очень и очень многие люди из его окружения. И многие люди не без оснований считали себя обманутыми, а как это знаете, кинутыми. Но когда, допустим, берутся деньги за то, что там будет выпуск программы «Тема». В определенной теме с определенными людьми берутся большие деньги. Они даже по нынешним временам большие деньги. А потом этот заказ не обманутся, деньги не возвращаются. Объяснение, которое там озвучивает Владислав Николаевич, форс-мажор, чтобы они не изменили свидетельство. Но не все готовы были мириться. Поэтому желающих убить Владислава Листьева было очень и очень много на начало 95-го года. Личный вопрос от газеты «Сегодня». Жена Натальи наверняка вам много рассказывала о Викторе Цое. Что из этого нашло место в вашей книге? Книга «Легенды нашего рока». У нас, кстати, 15 августа в Латвии отметили годовщину гибели Цоя. Это уже 30 лет. Вы знаете, я не говорю вообще на семейную тему, никогда не рассказываю про жену. Про Виктора тоже стараюсь писать только то, что знаю я или был очевидцем чего-либо. Что касается сегодняшнего дня, то, конечно, крайне досадный момент, что Алексей Учитель снял фильм под названием «Цоев», в котором вообще совершенно нет ни одной сцен с Виктором Цоем. В ужасе от этого фильма все вообще родственники. Водитель, гражданин Латвии, насколько я понимаю, он до сих пор жив, и который является главным, как бы, геной, по прототипам главного героя этого фильма. Музыканты группы кино. То есть это ужасная поделка Алексея Учителя, конъюнктурная, воровская во всех смыслах, начиная с финансов, кончая к концептам. Вот это интересно, а не то, что мне там рассказывала Наталья Эмилина Разлогова. Да, на журналистах привлекательный факт. Что жена Евгения Додолева, кинокритик Наталья Разлогова, несколько лет была очень близким к Виктору Цою человеком и могла какую-то информацию вам передать, какую-то там из первых рук. Имелось в виду это. Скажите, вот недавно вы у себя в социальной сети перепубликовали поздравление телеведущей Дмитрия Крылова телеведущему Владимиру Молчану. Вот если говорить о телеперсоналиях. Это легендарная программа «До и после полуночи», вот помнят зрители, у него юбилей. И, кстати, Молчанов снял, он связан и с Ригой, снял в Риге документальный фильм чудесный, «Мелодия рижского гетто», за который был достоин звания «Человек года» от еврейских общин. И там вот есть такие интересные сравнения, что Органт в большей степени шут при короле гениальный, Максим Галкин, скорее звездочет и такой Моцарт отечественного развлекательного телевидения. Молчанов – аристократ. А вот вы только что сказали, что упомянули Познера, что если Познер делал интервью с Горбачевым, вам любопытно было бы посмотреть. Вот Познер в этой раскладке считается лучшим мастером интервью в России, но вы не согласны с такой его оценкой. А он кем считается и какие вот параметры? То есть он уступает тому же Дудю, которому упоминали, многократно, в общем, вообще по всем позициям. Просто вот любую составляющую профессии интерьера вы возьмете, и Познер Дудю проигрывает просто с треском совершенно. Чем вообще Познер, кроме вот этой вот его фирменной лукавого прищура, чем он вообще хорош? Объясните мне. Он очень-очень посредственно интервью. У него там масса случается косяков. Я помню, лет восемь или десять назад спорил с режиссером, ну, крупным таким, ну, телевизионным режиссером, это этот человек, не из кинобизнеса. Вот я ему про то же самое, про Познера. Он мне в зоопаре сказал, да, к Познеру пришел Медведев. Медведев, когда он приходит, он приходит не к Володе Познеру, Володе Познеру в интернете, вел бы проект какой-нибудь, он к нему бы не пришел. Он приходит в проект Познер на Первом канале. Если бы Дудя, условно говоря, посадили бы на экспозицию, была передача «Вечерний Дудя» или что-то такое, то через какое-то время, ну, если бы там не было непрофильных каких-то гостей, то была бы такая вот серьезная взвешенная беседа, то и к Дудю бы пришел Димон Медведев там или Володя Путин и кто угодно. Поэтому в этом смысле вы говорили про Навального, он там политик или блогер, он человек функции здесь, и Владимир Познер тоже человек функции. Извините. Вопрос от газеты «Латвийские вести». В 80-х вы прославились запретными прежде темами проституции, коррупции. Какие сейчас темы вас волнуют? Вот коронавирус, например, как вы отслеживаете? Нет, единственная тема, конечно, которая занимает меня вот как профессионала, помимо темы грядущей войны, это тема, конечно, массовой истерии. То есть вот журналисты сейчас, вот в 80-х годах, в конце 80-х годов советские журналисты доказали, что они четвертая власть, что они могут серьезно влиять на дискурс. И сейчас тоже доказали, что в принципе вообще население в глобальном масштабе, в масштабе какого-то города, какой-то страны в глобальном масштабе можно так или иначе зомбировать. То, что мы наблюдаем сейчас, это потрясающе интересно. Это вообще интереснейший эксперимент, в который втянуты люди нашего ремесла. Поэтому, да, я с интересом слежу за всем, что связано с этим пресловутым ковидом и со всеми... Вообще с тем, что сейчас устанавливается новая этика, что сейчас фактически закладывается новая религия. Это просто не делается там за день, за год, за два. По христианству четыре столетия оно устаканилось, пока там император Константин административный ресурс не применил. Поэтому это нам много-много лет, ну, там минимум на сто. То, что будет новый бог, и что маски будут носить не из медицинских соображений, а как сейчас многие носят, там натильный крестик, что это будет вот какая-то такая ритуальная вещь. Но это прямо Брэдбери какой-то. Но карачи, он существует в представлении очень-очень многих. Это очень интересно, я за этим слежу. Ну, вот вы сказали, что люди нашего ремесла, журналисты, вовлечены во весь этот процесс очень активно. Но, с другой стороны, сейчас зритель, читатель уже относятся к СМИ с большой долей недоверия. А вот вы, например, каким источникам доверяете? За какими следите? Ну, доверять это вообще, в моем случае, это неверный термин. Я не доверяю ни одному источнику, но я слежу, стараюсь следить за всем. То есть я просматриваю все издания и иногда для себя нахожу что-то среднеарифметическое. Иногда просто какие-то выводы делаю. Нет, но доверять... Нет, сейчас же фактически нет независимых изданий, потому что если у изданий есть собственник... Я не говорю о том, что это государственная обязательно структура. Мы не про Россию сейчас говорим вообще в мировом масштабе. Но просто как только есть собственник у издания, то журналист, работающий в этом издании, он зависит во многом от позиции... в своей работе, не по жизни, от позиции хозяина. Поэтому не каждый журналист может взять и основать свое собственное издание. Недостаточно финансового ресурса, даже если это блогер. Все равно нужны какие-то деньги на трафик, на какую-то распутку, чтобы донести свое мнение. Нужно, помимо этого мнения, иметь еще и бюджет. Поэтому не доверяя никому. Взгляд был уникальным проектом, самым успешным, наверное, проектом на российском телевидении. А вот как думаете, сегодня, в эпоху развлекательных всех этих, в эпоху Малахова, подобная передача могла бы иметь такой рейтинг? Нет, конечно, нет. И это не понимает тот же Владимир Мукусев, который все время говорит своим студентам, что надо делать взгляд 2.0. Сейчас совершенно другой телевизионный язык, сейчас другой темп, сейчас другие информационные потоки. Совершенно формат тележурнала, какой он фактически был взгляд, он может быть реализован. с другим хронометражом, с другими наполнениями, с другой повесткой. Но сейчас вообще невозможно существование проекта, который бы влиял на всю страну, на информационную политику страны и на внутреннюю и внешнюю политику. Аналог взгляда сейчас не может быть реализован ни в одной стране, включая Россию, просто время другое. Или я должен сказать, что нам, потому что я был как-то причастен, покасательно и очень недолго, но был причастен к этому проекту. Нам просто повезло. Тогда достаточно было провести один эфир, посидеть полтора часа там, полностью с пятницы на субботу в эфире, и тебя узнавала буквально вся сторона, потому что все смотрели, ну, почти все. Сейчас нет такого проекта, и думаю, что не будет, и думаю, что это хорошо. Почему хорошо? Потому что опять могут оказаться хунвейбины, люди, которыми воспользуются игроки и развернут, возможно, страну или мир, область, губернию, неважно, но повлияют на жизнь людей, не отдавая себе отчет, чем их слово и вообще работа обернется. Спасибо. Время эфира подошло к концу. Это была прямая линия с журналистом Евгением Додалевым в рамках проекта «Культурная линия» совместно с Клубом журналистов «Формат А3». Спасибо, успехов вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо.